кукареку ёпта 13.01 петух кукарекает всем привет друзья да перестань ты кукарекать мы продолжаем рубиться на зеленой долине и да друзья у нас конец первого сезона но правда его надо еще завершить и работы то много так то я хочу друзья обновить полностью свой мод пак техники и провести полную так сказать реорганизацию что ли всего процесса что у нас происходит но это потом также сделать небольшой перерывчик по зеленой долине прям совсем небольшой друзья вы его почти не заметите только единственное друзья я вас попрошу давайте дохренища лайков побьем все рекорды на канале которые были чтобы следующий сезон на хрен вышел и тогда я соберу пак советской техники протестирую его и и выложу вам всем чтобы вам не искать миллиона раз одно и то же ладно это все такое друзья давайте посмотрим чем будем сегодня делать как обычно на самое интересненькое значит тут все как обычно у нас поле канола на топлива принципе все понятно да да седьмое поле у нас хмель не убран из прошлой серии поэтому уборкой будем заниматься сегодня принципе тоже все логично да ну и 22 поле тут у нас растет кукурузка которую мы не до убирали в прошлой серии и сегодня мы ее будем продолжать убирать и возить все это дело на ферментатор тоже в принципе все логично только единственное я столкнулся с одной небольшой проблемкой блин кстати место тут на ферментаторе не так уж и много проблемка друзья у нас другом у нас забился бга дегистаты надо его в общем-то освобождать поэтому надо будет это все дело продать 500 кубов продать это не самая простая задача я вам скажу тем более что стоит он нихрена почти не стоит что-то мне подсказывает что есть вероятность того что у нас кукурузка которая на поле осталось все равно не влезет ферментатор ну и и ладно сила с ферментатор кстати можно будет продать не сюда отвезти куда-то там далеко и и там его продать причем сразу же и сколько угодно количество это можно делать в общем то с этим разберемся если то будет не хватать чё-то плюс друзья у меня слетел сейф и раз у нас был косяк с дизелем на гравийном карьере я потом когда заново все дело то что было на серии мне пришлось по второму кругу все все те же манипуляции делать я в общем-то решил не покупать гравийный карьер ну и потом мне подсказали что стандартной бочкой то можно будет выгрузить топливо но это друзья уже я сейчас не буду делать тоже в следующий раз в следующем сезоне займемся этим непотребством но друзья нам надо будет объехать все производства и забрать оттуда усталых работников правда тут тоже опять-таки есть небольшая проблемка у нас здесь забился песок у нас здесь есть вот такая горка песка и насколько сказал автор карты ее нужно кто-либо конвейером грузить то ли погрузчиком в общем-то это дело надо будет здесь освободить чтобы дальше у нас производился песочек чтобы наш валера который у нас здесь работает закончил такие свою смену и его оттуда тоже можно было достать потому что он там сидит и и не работает и будет сидеть здесь вечно в общем то все как обычно у нас весело сплошные проблемы так что давайте начинать их решать ну и друзья начинаем как обычно с того что заряжаем всех валеронов в работу убирать канала у нас поедет но разумеется последнее наше приобретение мтз шичка которая будет работать в паре с ротором тут принципе все как обычно эта пара меня устраивает так что давай друг заводить и шуруй работой вы в принципе знаете что делать я надеюсь у вас проблем не возникнет на двадцать втором поле в принципе тоже все без изменений тут у нас будет работать наш дон поэтому отправляем валерона и вместе с ним будет работать другая наша мтз шка и сейчас туда тоже валеру посадим во ну и куда ты поехала родная ну твою ж мать а вот ну хоть не может по-нормальному давай захотела сначала к ферментатору съездить напрямую посмотреть что там да как ну и ладно бог тебе судья посмотрела вроде тут все нормально да хорошо сюда в принципе влезет сечки 400 кубов ну 15 кубов я думаю переработается за время уборки ну вроде как должно быть на поле меньше чем 400 кубов посмотрим надеюсь все влезет а также друзья нам нужно продать дегистат у нас он целая бочка иона собиралась я не знаю можно ли там посмотреть короче она полная поверьте мне на слово и поэтому мы нанимаем валеру который будет на наши бочки на которой мы топлива возили возить это все дело и продавать вроде как все это дело должно без проблем работать единственный большой косяк заключается в том что у нас дегиста ценится по 38 удачников и 41 евро за куб на теплицах но его так до хрена что девать его некуда и поэтому придется продавать у нас тут 500 кубов топливная бочка у нас на 10 кубов соответственно 50 раз ему надо будет съездить и примерно по 500 евро плюс-минус таких 500 410 евро мы будем получать за одну бочку но он катается что называется есть не просит вроде как это все дело будет работать плюс у нас сейчас соответственно раздуплилась вот это вот дело сила с которой мы сюда скинули будет перерабатываться дальше уже по полной пошел я бы сказал и соответственно будет капать еще из-за него бабло замечательно далее друзья нам нужно взять вот этого замечательного газона в нем сидит четыре работника 4 сидит но типа четыре но как бы мы их видим три потому что так это все через жопу работает соответственно у нас есть еще один который вот здесь вот хранится ну открывайся дверь во открылась блин эта тяжелая сила богатырская подхватывала все время газона короче у нас есть еще один газон который пустой он у нас предназначен для развозки работников которые не усталые мы запускать производства сейчас никакие не будем мы уходим на перерыв не знаю на зиму будем считать уходим нам нужно собрать со всех предприятий всех работников которые есть которые у нас уже на предприятиях соответственно заводим газончика и поехали все это дело собирать для начала мы едем на алиса пилку привет валерон как у тебя дела он тут короче чё-то на строгал можно будет эти палеты контейнеры кстати потом еще тоже отвезти на рынок и тоже продать давай залезай обратно но ёшкин кот но как же плохо все почему не на не работает все как надо тоже усталый работник он не хочет сюда прыгать но вот как его найти как вот это вот словить этот триггер сраной о полез отлично опаньки и у нас запустилась производства хотя тут нету работника и она активна а я даже знаю почему потому что там не полное количество вот это вот работника то цифры округляются а их там было чуть чуть больше надо немножко промотать время самую малость и она перестала работать нет хорошо остановлено отлично и сейчас я дополнил кстати еще чуть-чуть и у нас этот работник физически появился здесь короче вот так вот стрёмно это работает выгружается как будто в триггерах знаете на входе не 2 500 точнее условно работник не 500 а там 499 и 9 или на выходе такая ситуация и она вроде как везде правильно отображается но работает через жопу ладно это все математика погнали дальше на пасеку мы там давно не были надо туда заглянуть оттуда тоже валерку забрать а этот пацанчик наверное здесь уже даже и заскучал сколько дней он здесь стоит и ждет пока мы его отсюда заберем поэтому в общем-то дружище тебя мы тоже забираем только как тебя опять словить бесишь ты меня о 499 литров вот так это работает проверяем производство остановлено вот он действительно забрался и опять-таки в кабине не появился но вы помните что у нас свежих работников еще четыре штуки целых было четыре литра да простите я привык что здесь все измеряется в литрах ладно как-нибудь переживем мы все это дело меда у нас кстати есть 4800 литров это много то можно медведя накормить у нас таких бидонах мы его пока трогать не будем пускай стоит будем знать что у нас есть мед если что ну а мы поехали тогда дальше следующая остановка у нас угольная шахта такс друзья и в общем то три валерона у нас стоят на угольной шахте забираем их тоже отсюда единственное только давайте ка посмотрим что у нас тут по углю 72 куба угля у нас есть еще немного даже топлива осталось ну в общем то следующий раз будем восстанавливать это все дело топлива надо будет сюда привести разворачиваемся и у нас остался один валера который находится на песчаном карьере поэтому едем мы туда и в общем то здрасте карьеру тут мы двигатель глушим и кстати у нас теперь четкое количество я не знаю как это работает не надо меня об этом спрашивать соответственно тут у нас забился песочек работник смену свою не закончил соответственно надо его отсюда каким-то образом убрать и на данный момент у меня есть только одна мысль ну а именно друзья это пригнать сюда этот гребаный погрузчик который мы купили причем купили уже давно и стоит он у нас без дела соответственно что мы сейчас делаем мы эту кучу просто пересыпем в другое место будет рядом на земле лежать такая же куча и нам пришло еще 419 евриков за дегистат пацанчик ездит работает все хорошо вообще друзья изначально был план купить вот такого вот оранжевого камаза но он типа вообще зерновой но или карьерный я честно говоря не понимаю немного в этом ну и соответственно начать возить этот гребаный песок уже на стройку но так как внезапно мне пришла в голову мысль отложить все это на второй сезон то мы не будем брать этого самого камаза и стройку запускать пока что не будем поэтому мы возвращаемся к нашему карьеру и будем сбрасывать все это дело просто в кучу рядом просто чтобы освободить место чтобы экскаватор продолжил все это дело копать надо единственное водилу развернуть чтобы управление было нормальным и давайте в общем-то попробуем воплотить мою идею в жизнь если не получится будет хреново скажем так он мы отсюда по крайней мере забрали и экскаватор сразу же пошел работать пошел копать это прекрасно вой сыпем мы это просто на землю песок нормально будет здесь лежать не вижу никаких проблем может быть потом чтобы не мучиться возьмем конвейер как вариант с конвейером тоже все это дело должно будет нормально работать как показывает практика ну что в общем-то погнали заниматься обезьяньей работой ну и друзья на этом я думаю вполне должно хватить того что мы выгребли я конечно не супер крутой математик хотя вообще кстати может и не хватить любом случае сейчас нам надо поставить мотать время чтобы время шло и куча наша росла я надеюсь что наш растет до куча растет работник уходит и в общем то да я почти правильно рассчитал прям тютелька в тютельку смотрите у нас остался чуть-чуть работника совсем и куча почти заполнена но давай последние уже штрихи давай смотрите как я рассчитал четенько я сам себя в шоке можно в общем-то убирать это все дело перемотку времени 6 часов вечера нормально и вот наш валерка который последний в этой банде мы его туда тоже забираем экскаватор точнее погрузчика оставим здесь экскаватор оставим здесь топливо здесь тоже немного осталось так что все нормально забираем валеру мы сюда только за валерой приехали и кстати пока я мотал время ценник на дегистат просел как не знаю что то если у нас сейчас не выгрузится все работники то это будет фейл кстати небольшой сейчас мы едем на остановку их выгружать ну и в общем то прибываем мы на остановку будем сейчас выгружать этих всех парней и мне интересно выгружать выгрузится они все или нет вообще теоретически конечно они должны выгрузиться все полностью но сейчас мы залезем посмотрим меню что у нас по остановкам по нашим валероном там происходит давайте только этого пацана куда-нибудь в сторонку отгоним потому что он тут может нам немножко мешать соответственно где какая-нибудь кнопка триггер словить пожалуйста ты меня бесишь ладно здесь посмотрим остановка готовые продукты вот у нас три остановки готовые продукты один из двух два из двух как это работает открыть обзорное меню усталый работник смотрите 4993 и уже есть 10 и получается аж 7 лишних то мы на этой остановке находимся да это мы на этой остановке вот она на карте оранжевой точкой подсвечена соответственно на второй остановке на второй остановке тоже 4 литра усталых работников лишних работник работник но это работник который становится усталым работником не на выходе раб а это работник которого мы просто выгружаем я понял если мы обратно его привозим хорошо 4 литра есть лишних на второй остановке которые у нас в самом верхнем правом углу подсвечены. Мы оттуда ничего не забирали. Ну и соответственно 4 литра лишних здесь. Я вот не обращал внимания, может быть автор карты сделал такой запас на потерянных. А может быть просто оно в неправильном процентном соотношении генерируется. То есть не 100 на 100, а 99,9 на 100. Хрен его знает. Да, кстати, вот мы промотали время и соответственно у нас пришли нам бабосики. 108 тысяч у нас за продажу силоса. Тут, друзья, у нас один хрен дегистата под завязку. Он появляется быстрее, чем успевает возить наш зелок, насколько я понимаю. Тут на выходе 50 тысяч литров в час. То есть 10 тысяч, хотя не быстрее. Просто из-за перемотки времени он забился. Я понял. Ладно, ничего страшного. Зато у нас место здесь освободилось. И теперь 350 кубов у нас влезет. Они уже довольно много за это время убрали. Где они вообще? Сейчас тут убирается вот этот вот правый кусочек. Они, в общем-то, по порядку как-то так действуют. Не знаю. Главное, что работает. Главное, что убирают. И это, друзья, прекрасно. Вот так вот они разворачиваются задним ходом. Все красиво. Короче, валероны работают. И это прекрасно. Я люблю, когда валероны работают. Ну и что ж, друзья. Провожая вдаль зелка. Я буду заканчивать эту серию. Я, по крайней мере, сделал, что хотел. Довольно быстро у меня это дело получилось. На этом, друзья, мы завершаем первый сезон. И давайте вот, чтобы у нас второй сезон стартовал. Это будет примерно через неделю. Может быть, через полторы. Ближе к новому году, короче. Посмотрим. Короче, чтобы все это дело у нас стартовало. И хорошо все работало. И новые моды. И вам сборочку модов. Давайте реально соберем прям дохренища лайков. Прям так, чтобы я охренел от этого. А вообще, друзья, пишите ваши комментарии по поводу того, каких изменений вы хотите. Или, может быть, вам осточертила эта гребаная зеленая долина. И вы хотите другую карту. Хотя я, на самом деле, посмотрел бы здесь все производства. Их у нас осталось немало. Или вы там еще что-то хотите. Короче, все пишите, не стесняйтесь. И на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь. В пятый раз уже говорю про лосики мы не забываем. Про комментарии не забываем. Всем, друзья, огромное спасибо за поддержку, за просмотр, за внимание. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok